Вот такие стильные рукава для всех участников 21 километр. Хотел сказать, да, хотел сказать, регистрируйтесь, да. Кстати, вот как вы думаете, да, а какая будет погода? В 16-х годах холодно. Холодно будет, да? Нет, в 16-х годах. Мы просто все думаем, мы просто все думаем, ставить пункт освежения или нет. В любом случае ставить. Да. Кто угадает погоду, то ему подарим рукава. В 14-х годах. Нет, а мы с точки освежения подарим на кастрюлю. Кастрюлю. Или заст. Нет, словно 2025 год, да? О, да. Мы подарили словно 2025 год, чтобы учились заранее покупать словно. Ну что, теперь как вот это все дело нужно переварить, осмыслить и, собственно, подготовиться, вот расскажет следующий спикер, да? Да, здравствуйте. Сейчас я расскажу вам, как это все переварить, подготовиться. И у нас была тактика, и мы ее придерживались. Так, ну что, спасибо, что пришли, спасибо, что выбрали в конце концов нас, а не бег вреден. Это уже дорогого стоит вашего времени. Я сейчас напишу, что вы должны были уже преодолеть. То есть где-то, что я сегодня буду рассказывать, то есть где-то у вас был силовой цикл, да? Кивайте, пожалуйста, аэробный. Вы уже его прошли, должны были пройти темповой. Еще не бег... Нет, ну а это вы за один день хотите пройти интенсивный где-то. Был цикл ударный. И сейчас подводящий, да? Предсоревновательный. Подводящий, правильно? Вы же сделали, да? Вы все сделали? Я правильно понимаю? Мы всегда готовы. Вы все, я всегда заряжена. Да? Вот вы здесь сейчас. Сашка прибежал. Вот. Вот. 2.06 на 10 тысячах, да? Начало. Начало 10 моментов. Так, в общем, вы вот тут. Сегодня я рассказываю именно про вот этот момент. Если вы захотите задать вопрос по другим моментам, то уточняйте конкретно. То есть, если у вас есть какой-то вопрос к подготовке, и вы придерживаетесь такой зонной периодизации, например, или какой-то другой периодизации, то, чтобы задать вопрос, я смогла на него хоть как-то ответить, а не тут вот так умирать, стоять от волнения. Хотя бы уточните, какой периодизации вы придерживаетесь и придерживаетесь ли, либо, допустим, для вас, ну, какая-то хаотичная подготовка имеет место, вам больше нравится, и тогда я уже смогу вам помочь. То есть, про себя что я могу сказать? Что у меня, к сожалению, за вот весь мой тренерский путь так и не было времени поучаствовать в соревнованиях. Хотя больше всего на свете мне нравятся соревнования. Я их когда вижу, у меня слезы сразу на глазах от счастья. Я когда вижу, как люди стартуют и финишируют, я думаю, господи, как это здорово, насколько круто, что это есть. Но так как вот уже больше, чем половины жизни, сколько я живу, я посвятилась своей тренерской работе, вот, нормально подготовиться, у меня не было времени, вот, ровно как и чего-то в спорте достичь. Потому что я все время что-то кому-то говорю, например, вот про себя. И сейчас я вот тоже работаю каким-то там тренером, что-то все время говорю. Может быть, и вам сегодня что-то интересное скажу. Смотрите, самое главное, что нужно понимать, что время тренировочных занятий в подводящем цикле рекомендуется соблюдать то, которое заявлено на соревнованиях. Если, например, вы стартуете там в 10 утра, то лучше проводить тренировки вот в этот день в 10 утра. Ну, вы, наверное, это знаете. Вот прям есть даже исследования, которые действительно показали, что если есть система в тренировках и тренировки по времени ориентированы верно и циклично, то человеку это помогает развиваться лучше. Также тактика тренировки. Если вы находитесь в подводящем цикле, самое время обговорить с тренером тактику. По заданию бегу или бегу как боевой кабан. Ну, такой стиль есть, существует, когда со старта начал сразу на пульсе 200 и терплю. Если вам такое подходит, ну, ладно, если тренер говорит, что вот 19 мая твой последний в жизни старт, то в целом можно и такую тактику разработать, ее придерживаться. Ну, вообще, сегодня я вам раздам бумажки. Кстати, сейчас вы можете по кругу раздать друг другу по бумажке. Но Оля их распечатала столько, что вы можете раздать по две бумажки, а может быть даже по три. И потом отдать какому-то другу. И мы вместе, если захотите вместе, если вы захотите с тренером. Если у вас нет тренера, то с другом. Сможете обсудить свою тактику поведения на любой из дистанций. Экипировка. Проводить подводящие тренировки рекомендуется в той экипировке, в которой вы будете выступать. Но если вы, как многие любители, решили купить кроссовки за два часа до старта, то как минимум покупайте точно такие же, которые на вас сейчас. То есть, которые вы уже успели стоптать. Просто новые и свадебные. Это можно делать, но вы должны понимать, что это все риски. Если вы надеваете новую экипировку на старт, она может быть самой красивой, но самой неудобной на свете. Поэтому, пожалуйста, вплоть до носков и нижнего белья, если вы его надеваете на тренировки, пожалуйста, используйте вот те же, что и будете использовать на старте. Также важным параметром, вы так сильно обсуждаете бумажку, что ли, серьезно? Ладно. Также избегайте резкой смены диеты. То есть, если сегодня вы узнаете от меня что-то новое, как считать себе, например, калории или сколько белка в день должен съедать каждый спортсмен, пожалуйста, не нападайте сразу на изменение диеты. Просто, не знаю, просто узнайте это и все. Этого достаточно для того, чтобы, не знаю, стать лучше на чуть-чуть. Не обязательно менять диету прямо на сегодня. У вас осталось две недели до старта. Не надо ничего вообще менять. Я вам предлагаю такой вариант разминки. Это самый стандартный. Если вы занимаетесь много, посмотрите, здесь дополнительные объемы. Если вы понимаете, о чем я, то если вы на подводящем цикле, посчитайте общий объем, вы все равно его будете уменьшать. Я стесняюсь произносить это вслух, но можно уменьшить его разминкой и заминкой. Ну, вот пятак так и сократится, у вас, собственно, с тренировки срежется. И все остальное можно будет оставить. Вы можете сфотографировать этот слайд, можете посмотреть на него повнимательнее. Это разминки очень стандартные, и вы можете их чередовать. Но вообще, вот исследования показали, что лучше, чтобы вообще разминка и заминка были одинаковыми, потому что тренеру легче наблюдать за состоянием спортсмена. Если он его все время в начале и в конце тренировки видит одинаковым, ему легче за ним наблюдать. Но если вам скучно, и вы хотите продемонстрировать тренеру свою невероятную красоту в тех или иных движениях, можете чередовать разминки и заминки, и разминки с заминками. В общем, здесь у вас 32 варианта возможных чередований. Дальше. Вот предсоревновательный этап и варианты тренировок. Я честно скажу, я немножко была озадачена тем, чем нужно заниматься в подводящем цикле человеку, который стартует километр, потому что мне как-то ничего умного не пришло в голову, потому что для меня это немножко подготовка другого уровня. То есть спортсмен, который бежит километр, для меня как-то не с новичком больше ассоциируется, а наоборот с молодым и юным атлетом, который еще тренирует скорость в основном. Поэтому я вам предлагаю вот такой на 2000 метров, ну чтобы хоть чуточку, хоть чуточку он что-то поделал. В общем, смотрите, что здесь может вам показаться странным. Если вы до этого, например, никогда не тренировали никакую дистанцию или не придерживались ничего вот этого, и когда я вот это вам произнесла, для вас это стало, ну, чем-то странным, непонятными словами, то здесь вам покажется, что тренировки какие-то, ну, огромные, как минимум, и как максимум они не подходят вам, потому что вы не понимаете, что здесь написано. В конце занятия, если вы сейчас, занятия, я сказала, в конце вот этой лекции, если вы сейчас фотографируете или там что-то вам непонятно, например, что написано, можете спросить, если мне понятно, что здесь написано, то я отвечу. Вот, посмотрите еще, обратите внимание на то, что вот если вы готовитесь, например, к 20, это указка? Вот, если у вас большая вот такая дистанция, то эти тренировки можно делить, например, на утро и вечер, если вы привыкли заниматься там не дольше часа, но готовитесь к большой дистанции. Нет, ничего страшного в том, что вы, например, разделите вот эти интервалы, просто отделите от большого объема, ну, огромнейший тут, конечно, ну, как комфортно. Вот еще вариант можете тоже сфотографировать, и если вы потом надумаете когда-нибудь к этому готовиться, вдруг вам придет в голову, что вы захотите пятаки, побегать с хорошей скоростью. Вы меня фотографируете, я надеюсь? Отойти? Ладно. Вот, значит, что хочу сказать. Вот, когда Евгений говорит, что вот пятаки – это для любителей, ничего подобного. Можно очень хорошо соревноваться на пятаках, показывать отличное время, и я вам этого желаю, поучаствовать в такой быстрой, хорошей темповой пятерке, подвестись хорошо к ней и показать хорошее время. Но если вам чем больше, тем лучше, то тоже. Но только следите, пожалуйста, в подводящих циклах за объемами, чтобы у вас не было такого, что вы за 10 дней, допустим, до старта бежите 25 километров, и потом просто по 10% уменьшаете, потому что где-то прочитали, что надо объем сокращать. И вы просто к концу, в последний день, перед стартом, все еще бежите 15 километров, потому что очень маленький процент убираете. Ну, можно и так, наверное, ну, просто вот, ну, нет, можно и всяко, знаете, на самом деле, никто ничего не знает. Вот еще вам такие тренировки предлагаю, но здесь уже обратите внимание на то, что все тренировки вот на этих трех слайдах, они немножко у меня разные по интенсивности. То есть вот эти тренировки для начала подводящего цикла подходят, где мы делаем тестовые такие задания, то есть на большом объеме, просто бежим и смотрим, в какой форме у нас вы. Ну, вы бежите за собой и смотрите, не знаю. Можете, если прогрессивно никогда не бегали, можете просто равномерно пробежать. Или, например, если на улице до сих пор не бегали, то можете на улице пробежать внезапно, его послезавтра один, посмотреть, какое у вас время, вот на него примерно и рассчитывайте. Так, ну и здесь, чтобы вы сами себе внезапно не составили тренировки, недавно у меня был случай, я говорю, ребята, вот я вам доверяю самое сокровенное, составьте сами себе подводящий вот этот небольшой цикл, и несколько микроциклов, и вот дала им тренировки, и они просто себе без выходных поставили 14 занятий подряд. Вот, и чтобы у вас такого не случилось, вот, и чтобы у вас там объем внезапно с 30 километров не возрос на 75, давайте я вам приведу пример, вот, приблизительно на 10 километров, каким может быть объем. Вот здесь очень важно учитывать, какую штуку. Если среди вас есть просто люди, которые занимаются сами, сейчас попробуйте понять хотя бы в процентном соотношении, если вы уже продвинутый любитель или тренер, если тренер, уходите отсюда, прекратите, вам здесь нечего делать. Но если вдруг, смотрите, здесь важно не просто сократить объем, вы можете просто взять, вот раньше так модно было, все, у меня, я сужаюсь, поэтому я вот пробежал там 2 недели назад, последнюю десятку, и лег, давить диван. Но вы, наверное, знаете, если вы продвинутые любители, что есть такая срочная адаптация называется, если вы будете 7 дней лежать на диване, вы потом себя очень плохо будете чувствовать. Со многими из вас такое уже бывало, когда, допустим, поболел, и тренировки как будто бы начинаешь с самого начала, как будто вообще в жизни не занимался. Вот чтобы такого не допустить, нужно объемы сократить умело, ну как рационально сократить, да, вот тут 20% нагрузки, да, остается все равно за день до соревнований немножко, чтобы все-таки вашу вот эту долгосрочную адаптацию никаким образом не нарушить и вашу тренированность поддержать. То есть главная задача подводящего цикла – это не что-то улучшить, уже поздно улучшать, уже у вас нет времени улучшаться, уже ваша задача – поддержать то, что вы натренировали, ну, примерно вот здесь. Я надеюсь, что у вас получилось. Поэтому вот за 10 дней до старта у вас еще есть время, вот можете какой-то тестовый на 60-100%, ну, у кого короткая дистанция, можно и 100% дистанции пробежать. Кто, например, тренируется к полумарафону, ты так ходишь, там видно вот до дивана все. Ты просто глупо ходишь в кадре каждый раз, зачем? Вот, кто, например, тренирует 10 кг, ну, можно дать и десятку, ничего не будет. Но если полумарафон, то поменьше, но на соревновательной скорости. Посмотрите, какое время вы покажете. Дальше сразу посмотрите, как нагрузка снижается. И к концу, вот, допустим, да, через 2 дня вы восстановились, ждем какую-то суперкомпенсацию, но дистанция уже уменьшается. Потом еще там 2 дня восстановились, снова ждем что-то, но и дистанция опять уменьшается. И постепенно смотрим на свои результаты, на свою форму. И все-таки я бы советовала парочку выходных сделать. То есть если вы даже привыкли заниматься каждый день, то не бойтесь парочку выходных, сделайте, ничего с вами не случится, вы не детренируетесь страшно. Если наоборот, смотрите, если наоборот, вы мне сейчас скажете, я что, должен был так тренироваться, что ли? Если вы не занимались, допустим, по микроциклу в 5 дней, например, или там в 4 дня, и у вас все время был выходной, там тренировка выходной, тренировка выходной, то вам это не подходит. То есть ваша задача мне потом в конце сказать, мне это не подходит, что мне тогда делать? Потому что если вы привыкли через день заниматься, или, например, у вас вообще 3 тренировки в неделю, и одна из них вы просто бежите свою дистанцию вокруг ЛДС, то, конечно, вот это, сейчас так делать не надо уже. Чуть-чуть поздно можно сделать это в следующий раз. Например. Так, а теперь, наверное, вам будет поинтереснее. До этого не очень интересно было, а как считать еду? Ну, всем нравится считать еду, я не знаю почему, ну, вот как-то нравится. Суточный рацион делим на 3-4 полноценных приема пищи, и расчет калорий ведется по формуле. Формулу сейчас покажу, быстренько ее себе сфотографируйте, дома посчитайте. Хотя я уже на примере среднестатистическом посчитала, там плюс-минус 100 калорий и получится. Рацион оставляем разнообразным, насыщенным, ничего не меняем, норму жиров берем от 0,8, для совсем худеньких, да, там, если атлет крупный, чтобы он сильно там не у нас не терял массу, не чувствовал себя плохо, 1,1 грамм на килограмм веса. Вот, постное мясо, все, рыба, белок 0,8-1,5 грамма на килограмм веса, и доедаем его, если у нас какие-то были интенсивные тренировки в ударном цикле, что у вас уже все неправильно, уже не так. Ну, если вообще не согласны, то говорите сразу, громко заявляйте о себе. Так, не сокращайте потребление жидкости, но и не рекомендуется его увеличивать. То есть, если вы внезапно решили за 2 недели до старта, что сейчас самое время начать пить 3 литра воды в день, потому что у вас обезвоживание, не нужно этого делать, вы к этому пока что не готовы сделать это в следующий раз. Также фрукты, овощи, там, если до этого не ели, не надо начинать, но вообще надо начинать. Вот, и соленые, вяленые запуски, если все время ели, у вас к ним полная адаптация, и вы жить без них не можете, это часть вашего нормального рациона, и вы запиваете это пивом, то пиво вот уберите, а закуски уж так и быть, ладно, черт с ним оставьте, если они приносят вам столько радости, но немного. Вот, я даже вам здесь написала по возможности исключить алкоголь, но если такой нет такой возможности, то что поделать, ничего не поделать. Вот такая формула, я вам ее привожу. Хорошо бы, если бы была. Вот формула Мифлина Санжоора, мы ей пользуемся, в целом любой здоровый человек может сам посчитать себе рацион, и сам его придерживаться. Если у вас сидячая работа, и вообще нет никакой активности, то полученное число вы умножаете на 1,2. Здесь тоже можете сфотографировать этот слайд. Вообще, на самом деле, мне не жалко эту презентацию, я могу вам его просто отдать. Вот, но если вам нравится на фотографии смотреть в телефоне, то и ладно. Вот, если, например, вы посмотрите, здесь прямо все уже посчитано давно. Если у вас три тренировки в неделю, умножаем на 1,375 тысячных. Если 5 раз в неделю, уже умножаем на 1,55. И здесь добавляете себе коэффициент. Вот посмотрите, я вам тут самых среднестатистических на свете людей посчитала, и здесь уже даже в граммах и указаны и белки, и жиры, и углеводы. В целом, если вы вот как-то втискиваетесь в этот шаблон, ну, большинство втиснется, наверное, плюс-минус там накиньте, можно даже для себя не считать, а просто придерживаться этого. Вот, и если вы будете придерживаться этого рациона, то рано или поздно вы втиснетесь в этот шаблон просто, и все. Вот, здесь работает и так. Ну, и после, у вас есть какие-то вопросы по подводящему этапу, вот прямо сейчас, пока мы его закончили? Вернуть вам какой-то слайд? Что? Нет ничего. Хорошо. Если нет никаких вопросов, вы просто обсуждаете между собой, то ладно, хорошо. Потом, если возникнут, спросите. Давайте про восстановительный этап. Вообще, если дистанция какая-то небольшая, там, 5-10 километров, то у вас не должно быть какого-то, знаете, восстановительного этапа геройского из разряда «я пробежала, теперь 2 недели буду отдыхать». Ну, и в целом-то ничего не рекомендуется даже на следующий день делать какой-то прям выходной. Активные игры подойдут, или какой-то массаж, какой-то плавание, например, в низкой интенсивности. Также рекомендуют легкую пробежку. Но я вот в последнее время стала замечать, что, ну, нужно понимать, что у бега очень высокая механическая нагрузка, что все-таки ударность у этой дисциплины высокая. Поэтому если вы можете как альтернативу покрутить велосипед, если у вас, например, там, есть уже с опорно-двигательным аппаратом какие-то недоговоренности, недосказанности, если после интенсивных пробежек у вас что-то уже откликается со стороны суставов, или вообще скелетной мускулатуры, например, неважно, можно в целом вот такие прям на низком пульсе пробежки спокойно заменить на велик, просто увеличить на 30% дистанцию, ой, в три раза, не на 30% дистанцию, и спокойно покрутить. Вот, и вообще замечательно будет. Что еще рекомендуют? Активный отдых на природе, ну надо же. И все-таки на пищу с высоким содержанием белков рекомендуют обратить внимание. Вот, и также говорят, что в целом вот сон как будто бы даже важнее, чем вообще все остальное. Тут я вам рекомендую увеличить количество силовых тренировок, потому что считается, что силовой цикл, он делается в легкой атлетике для того, чтобы снизить травматизм беговой, чтобы вроде как укрепить скелет. Не вроде как, а на самом деле так и есть. Ну просто если вы отрицаете как данность силовые тренировки, настаивать не буду. Но было бы хорошо, если бы вы хотя бы собственным весом поделали хоть какие-то упражнения. Ну вот если даже вот настолько сильно вы ненавидите силовые тренировки, что даже не знаете, как выглядят силовые упражнения, у меня в канале есть вот больше тысячи разных тренировок, можете посмотреть там, хотя бы посмотрите на них. Знаете, однажды вот кто-то сказал, что вот даже смотреть на них полезнее, чем вот совсем ничего не делать. Ну вот, говорят, вообще рекомендуют восстановительные и длительные кроссы, но если у вас до этого опять же не было длительных кроссов, они не будут для вас восстановительными. То есть что такое восстановительные кроссы? Что такое до пульса 160 небольшие ускорения? Для кого-то это огромное ускорение до пульса 160, для кого-то никакие. Но тем не менее, то есть несмотря на индивидуальный подход во всем и принцип индивидуальности тренировочного процесса, обратите внимание на то, что у вас должны быть и восстановительные кроссы, и небольшие скоростные работы тоже. Ну а вот БАДы и спортивное питание, я бы не сказала, что окажут какое-то прям особое на вас влияние. Поэтому если вы возлагаете на них какую-то огромную ответственность, и думаете, что если коэнзимку 10 будете трептофан просто горстями пить, то ваше восстановление улучшится. А если запивать все креатином, еще и спить какую-нибудь чашу изотонического коктейля с какой-нибудь аминокислотой, которая восстанавливает, сейчас я вспомню, как она называется, цитрулин, то так вообще вы исцелитесь. Но может быть, кстати, и так. Но я не знаю, пока что ни одного исследования, которое бы вот точно мне сказал, сколько мешков цитрулина нужно выпить человеку, чтобы ему как-то хотя бы полегчало. Хотя люди, которые увлекаются такими штуками, говорят, что им очень легчает, и без него они не могут. Но не вредно, да и ладно. Аминокислоты, да аминокислоты, какая разница какие. Так, про экипировку. Кто-то спрашивал, мне хотелось сказать, что здесь шутка какая-то. Почему вы не дождались, пока я про это расскажу? Вот я бы рекомендовала до тех пор, пока мы не знаем, какая будет погода, все-таки заготовить два экземпляра экипировки, но все равно не наряжаться по что-то очень теплое. Все-таки 19 мая, но вряд ли пойдет снег, или какой-то невероятный заморозки наступят. Поэтому здесь проверьте экипировку, и рекомендую вам ткани специального назначения. Даже если у вас очень красивый костюм, и вы там используете какие-то, но сильно нарядные носки, если они не подходят для бега, скорее всего, они будут очень красивыми, но вот как туфельки у русалочки. То есть они будут резать вам ноги, но дело в том, что у русалочки хотя бы какая-то цель этого была, а у вас даже в конце вот этот красивый хвост не отрастет. Ну, это вообще бесцельно. Поэтому, пожалуйста, всю экипировку проверьте, посмотрите, чтобы она вам не терла. И еще раз повторяю, вот даже если очень хочется стартовать в новом, ну, один раз все равно в этом сбегайте. Ну, бывает, выглядит очень удобно, а на деле оказывается, что подводят. Про гаджеты. Ну, вам разряжены гаджеты на этом забеге, это значит, что вы можете использовать их хоть как, но чтобы они вас не раздражали, на всякий случай, напоминаю, при солнечной погоде очки, кепка, под кепку, губку со льдом, наверное, будут давать, я думаю, в прошлом году давали, в этом, наверное, тоже не исключение. Или сами просто намочили кепку, бросили в морозилку, положили в пакет, приехали на старт, надели, холодная голова, прекрасно. Очки надели, чтобы вот так не бегать, особенно, ну, знаете, всякие вот эти морщины, штуки-дрюки, зачем вам надо? Зарядите пульсометр. Самое обидное, представляете, вы его включили, он сел, и никто не узнает, что вы стартовали. Это ужасно. И посмотрите, чтобы наушники не выпадывали из ушей или придавите их какой-нибудь резинкой, не знаю. Также по погоде. Не наряжайтесь сильно тепло, но и сильно холодно не одевайтесь. Хотя сильно холодно сложно одеться, не знаю, что нужно надеть, чтобы было холодно. Ничего, наверное. Вот. И напоминаю тем, кто, может быть, сегодня стартует впервые, хотя я уверена, что никто не стартует впервые, пожалуйста, крепите номер на видное место, не прячьте его под куртку, на ногу, на ягодице, чтобы видели кто-то, кто стартует вместе с вами, наверное, не знаю, на спину. Или вы решили как-то, ну, выпендриться и куда-то вот... Не нужно так делать, все-таки делайте так, чтобы номер было видно, было видно вашу дистанцию, ли волонтерам было понятно, кто вы, и вам самим будет гораздо удобнее ориентироваться в пространстве, в случае, если люди будут видеть на вас, что вы собираетесь здесь делать. Вот. Дальше. Я не рекомендую пить слишком много воды, но, скорее всего, если вы занимаетесь с тренером, то у вас там будут свои рекомендации по питанию, но я скажу от себя, вы можете там возразить мне или что-то другое сказать, сказать, что питаетесь по-другому. Я бы не рекомендовала напиваться водой, потому что, ну, существуют исследования, которые показывают, что чем больше вы разбавляете вообще свой солевой состав водой, тем больше вероятность того, что вы себя будете чувствовать на дистанции плохо. В конце концов, если вы упьетесь на длинной дистанции, вы можете почувствовать себя, ну, неважно, у вас могут начаться судороги в нижних конечностях, даже руки кому-то сводят, были жалобы со стороны кардиореспираторной системы у людей, что появляется какая-то одышка. В общем, если хотите пить именно воду, не можете есть гели, то давайте, немного изотоника, немного воды, вот как-то так. Чтобы это не было, что я прям стою, пол-литра выпиваю, потому что мне раньше тренер говорил, что я умру от обезвоживания. Вы от обезвоживания не умрете ни при каком раскладе за 10 километров, даже если на 2.06 побежите, 10 километров с вами не случится прям уж какого-то тотального обезвоживания. Понемножку. Плюс, напоминаю, что есть нужно в расчете на 1 грамм, сейчас напишу вам крупно, это я положу, это очень сложная математика, 1 грамм на килограмм веса спортсмена в час. Спортсмена в час. Дуась, если, например, у вас была рекомендация от тренера, или просто вы сами себе дали рекомендацию, что вы едите на 45-й, например, и на 90-й минуте, то вам уже все равно придется посчитать, то есть у вас 2 порции, и это получается почти 2 часа. Но девушки любят говорить, что они немного меньше весят, вот вам как раз и подойдет, вот столько, насколько вы обычно говорите, что вы меньше весите, вот в одном геле приблизительно 60 граммов там они пишут, нет, 30 есть разные, есть бета-фьюл, там 60 или 45, сколько-то, в общем, смотрите, сколько написано на геле, и, пожалуйста, ешьте. Еще за 15 минут до старта вам предлагается что-нибудь съесть. Но если вы отрицаете гели, вы не гели, вы сомелье, как я, то можете, пожалуйста, использовать любую другую еду, главное, чтобы она удовлетворяла вот этому расчету. Поэтому я не посчитала, сколько в зефире будет, вот сколько нужно будет его съесть, и будете ли вы выглядеть странно, если вы весите, например, 80 килограмм, сколько зефиры? В бананах я тоже не посчитала, но, кстати, бананы, ну, ешьте бананы, ладно. Скажите, от интенсивности разно зависит? Да, сильно зависит. Но здесь время играет большую роль для развертывания энергетических систем. То есть это зависит от интенсивности, но мы находимся на дистанции, время, проведенное на дистанции, соревновательное, все равно будет высокой интенсивностью. То есть то, что для кого-то высокая интенсивность, для вас будет средней, но в целом она все равно для каждого будет высокой. Ну, это довольно точная формула, потому что как бы, в какой бы хорошей форме вы не были, все равно энергетические системы развертываются, у вас одинаковое количество времени приблизительно, и гликоген обычно весь уже будет потрачен к 45-й минуте, то есть вы уже будете готовы что-то съесть. Больше или меньше, это уже, наверное, с опытом приходит, потому что, вот, например, чем выше уровень подготовки атлета, тем больше он говорит про то, что в принципе могу вообще двое суток не есть, там, наверное, ультрамарафон бежать, там, две ложки каши закинуть. Вот, для новичка я бы вообще не рекомендовала пытаться похудеть на этой дистанции, это вообще самое глупое, что можно придумать. То есть ешьте, пейте, чтобы вы были в отличной форме, потому что если вы заголодаете, на свой первый старт, вы прибежите, вот это вот помрете там, ну зачем это? Ну вот эти, не надо, не надо. Нет, потом рассказывать можно историю, как вам было плохо, но чтобы вам не было плохо по-настоящему. Так, ну что, раскладка по трассе, смотрите, оценка рельефа проводится, здесь нам нечего оценивать, я так расстроилась, я готовилась, а горки нет на десятке, что мне теперь рассказывать? Ну ладно. Нет там ее, он ее убрал. Вот, смотрите, значит нужно оценить рельеф и распределить силы. Вот кто стартует, 1, 5 и 10, нечего там вообще оценивать, там просто ровно, ну просто вообще ровно, где-то с горы. Вот, а кто бежит 21, там горка 150 метров, я сейчас вам ее покажу. Дальше, оставьте силы на ускорение, на финише, но не оставляйте слишком много, а то у меня есть один ученик, он всегда, когда прибегает, он говорит, я еще мог. Так раздражает, кошмар, я говорю, хоть раз разложись так, чтобы ты не мог в конце, а он всегда прибегает такой, я мог быстрее. Так обидно слышать, но ладно, ничего, если вы тоже так прибежите и скажете, я нормально, еще мог, то в целом тоже неплохо. Дальше, рассчитайте вот этапы приемов пищи, потому что вполне возможно, что вот эти виражи, которые вы будете проходить с пунктами питания, они не будут совпадать по времени вашего приема пищи, и вам нужно будет позаботиться о себе самому. Вот, поэтому, пожалуйста, сейчас, когда будете на бумажке или дома, там будете рисовать, посмотрите несколько вариантов, возможных событий, я всегда рекомендую хотя бы три. Самый плохой, оптимальный и невероятно крутой вариант, если вот как раз нарядные носки будут помогать. Ну и тактика, вот два-три сценария и рекомендую показать. Вот все, больше ничего не рекомендую. Значит, вот посмотрите, что я сделала. Мне пришлось это пробежать, конечно. Вот трасса. Не знаю, зачем я ее теперь показываю, не на что тут вообще совершенно смотреть. Она вот досюда, а горка вот. То есть вы просто бежите, смотрите, прямо, 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 прямо. Кто-то спросил, сколько расстояния до первого пункта питания, не помню кто. Вот здесь один километр от старта, вот он. Потом вы вот так разворачиваете, здесь вот люди с водой, здесь два километра, я сказала, два с чем-то, да? Здесь вот два километра, значит, здесь где-то километр 900. Дальше вы пробегаете, вот там, где цифра 3, третий километр, там еще люди стоят. Все, вот вам вся еда приблизительно получается. И здесь вы уныло разворачиваетесь, потому что весь сезон, вот здесь, особенно в этом цикле, вы готовились к этой горе ее покорять, а ее там просто нет. Вот. И говорите всем пока, да, и убегаете дальше по-ровному. Кто бежит? 21 километр, вот сейчас я вам покажу гору. Здесь из моих рекомендаций лично, хотя вы можете, естественно, их с ними быть не согласны, это совершенно нормально. Я бы рекомендовала выполнять вот эту раскладку по отрезкам, потому что виражи узкие на этой трассе, я бы вот здесь рекомендовала всем своим спортсменам, кто здесь сейчас сидит, вот здесь бы я бы отдыхала бы, вот так вот, ну тут типа, потому что там, скорее всего, будет толпа людей, ну так маленько потрусил, и дать только по прямым, и вот такие ускорения так разложиться. Но если вам не нравится интервально раскладываться, ну не подходит вам, надо чтобы вот как боевой кабан, то, пожалуйста, можете вот начиная вот отсюда, прямо боевым кабаном до пятого там абсолютно ровно и финишировать. Если 10, то, ну, боевой кабан должен наступить где-то, наверное, на втором круге, ну вот здесь отсюда уже можно изо всех сил. Также можете выполнять вот эту раскладку от пунктов питания, отталкиваясь, вот, или по кругам. Если у вас 4 круга, например, можно бежать прогрессивно. Первый круг поменьше, второй побольше, третий очень быстро, и заключительный вообще быстро жесть, чтобы выиграть, естественно. Как раз горка разоглалась, да? А? Как раз горка разоглалась. Да, была бы горка, конечно, я бы так и сказала. Так вот, я, значит, здесь бежала, трудилась. Вот горка. Вот она там совсем маленькая, вот тут уклон 4-6, он совсем малюсенький, чтобы вы не боялись, вот она вообще там, ну, совсем. А вот до этого момента вы вот так побежите, просто ультраровно. Это ультраровное шоссе будет. Вот, а потом горка, которой у вас не будет, то есть вы будете вот до сюда добегать, и потом уже бежать тоже ультраровно назад. Вот, но здесь тоже вот к моменту, ну, кто меня, допустим, не знает, и никогда со мной не сталкивался. Вот, например, вот здесь я одной из своих хороших знакомых объясняю, почему у нее болит нога, поэтому я не могу тренироваться нормально. Вот здесь где-то, прямо недалеко от этого, я одному своему хорошему знакомому, видите, где я уехала из зеленой зоны, начала беситься. Вот, это я одному своему хорошему знакомому объясняю, что дело не в карбоновых кроссовках, его боль в пояснице никак с этим не связана, хихикает, стоит. Потом я успокаивалась, бежала молча, потом я начала об этом думать, опять психовать. Ну, как тут тренироваться? Никак. Но, в общем, горку я вам померила, вот кто бежит 21 километр, можете не волноваться, горка очень маленькая, а потом с горы можно просто скатиться прямо на финиш. Так что, не переживайте, здесь точно вас ждет успех. Вот, как я предлагаю вам раскладываться по этой бумажке, которую вы взяли. Это очень удобно, я прямо сильно рекомендую вам дома хотя бы над этим подумать. Вот в эти ячейки вы можете записывать свой темп, ну, или время, на котором вы будете оказываться в том или ином пункте. Например, если вам там важна какая-то абсолютная точка, если вас там, ну, не знаю, как-то говорят профессионалы, вырубают на какой-то конкретной, на каком-то конкретном этапе дистанции, то можете использовать там, вот прям себе отметку поставить, сколько здесь будет время, какой у вас будет темп, какой у вас будет пульс. Если вы привыкли тренироваться по пульсу, ну, многие привыкли тренироваться по пульсу, ничего там нет, пожалуйста, можете записать себе пульс, разложиться на зоны от первой до шестой, ну, понятно, что там в зоне СП3 никто не побежит, но только если на финише вы там собираетесь куда-то залезть очень далеко, то напишите себе там, что у вас будет невероятное ускорение, максимальное 100 метров, чтобы все увидели, вот, ну, или два таких ускорения, потому что, например, придут какие-то очень важные болельщики, будете там ускоряться, эффектно мимо них пробегать. Но смотрите, чтобы у вас не получилось, вот как по первому сценарию, когда вы сильно дали, там, и потом просто такой нагрузки не выдержали, пришлось очень долго восстанавливаться, чтобы потом к финишу немного ожить и финишировать. Ну, хотя и такой расклад тоже подойдет, и вы 100% финишируете с отличным результатом, просто даже если добежусь. Если вы готовились, то уже можно рассчитывать на какое-то время. Просто будет надежнее, если вы это время, ожидаемое, посчитаете прям по пунктам, где что сделать и какую-то задачу себе дадите просто, а не просто бежать как не в себя под песни. Вот. Так, ну, экстренные ситуации. Давайте правде смотреть в глаза. Если реально случится что-то плохое, к сожалению, вы ничего не сможете с этим сделать. Бояться этого нужно, но не так, чтобы прям сильно бояться и переживать. Главное, что нужно помнить. Если вы можете помочь человеку, например, вот вы бежите, видите, что человеку стало плохо, как бы ни был важен вам ваш результат, нужно остановиться, найти волонтера, хоть кого-то, кто может помочь. До врача вы вряд ли побежите. Не нужно принимать каких-то поспешных решений, хотя, если вы их примете, ничего страшного. Вот. Пожалуйста, к волонтерам, те к врачам. Если вы бежите и видите, что уже человеку кто-то помогает, вы там не нужны. Не нужно создавать толпу вокруг него, пытаться там как-то что-то особенный, какой-то ритуал провести помощи, кричать, что вы лучше окажете помощь. Никто из вас некомпетентен в оказывании медицинской помощи. Ну, кроме компетентных людей, ну, если вы действительно один из них, то ладно, так и быть, растолкайте всех, скажите, только я могу, отойдите все. Вот. Если у человека действительно случилось что-то серьезное, а не просто он не ел 4 дня, потому что где-то прочитал, что нужно придерживаться безуглеводной диеты в конце, перед стартом, или он просто не ел 4 дня, потому что решил похудеть, или он наоборот ел